Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований, Национального института стратегических исследований. Иван, очень рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Валерий. Доброе утро, телезрители. Да, четко расставим акценты из того, что происходит. Я не соглашусь абсолютно с теми, кто сегодня говорит, что санкции притормозились, санкции якобы не работают. Вспоминают все там еще год назад, как активно работали. Нет, санкции продолжают работать. Единственное, давайте говорить как есть, Россия в определенных моментах научилась адаптироваться. Адаптироваться к тем санкциям, которые работают. Также научилась и продолжает это делать, несмотря на усиление мер со стороны и Брюсселя, и Европейского союза. За то, что говорила Урсура фон дер Ляйен. Одиннадцатый пакет, если я не ошибаюсь, как раз был направлен на то, чтобы все-таки пресечь попытки России приобретать те или иные товары благодаря третьим странам. Да, это обход фактически до лазейки. Все-таки продолжает Россия. Я вот просто, знаете почему, Иван, я вот сейчас по этой же теме. В России продолжают приходить люксовые товары, люксовые бренды одежды. И оказывается, и продолжают это делать и сегодня, в 2024 году. И вот недавно пришла новая партия люксовых товаров, которые разгребли, извините, что так говорю. Потому что вот если в Италии, да, поедет россиянина, такая возможность есть, то в магазинах россиян нам даже спрашивают, вы из России и не продают сумочку, извините, Луи Виттон. А в Москве, оказывается, можно приобрести, потому что завозят и привозят и так далее. Ну, это же тоже, да, вопрос очень важный. Привозят и через другие страны. Окей, с этим понятно. Также все-таки не соглашусь с мнением тех, кто говорит, что санкции работают на полную. То есть не согласна. То есть они и не приторможены до конца, но они и, скажем так, все-таки есть еще рычаги, которые могли бы помочь, чтобы санкции все-таки влияли очень серьезно. О них вот сейчас мы немножечко сказали. Извините, возможно, с такой прикладной пример в отношении одежды. Но это тоже работает. Ну, любят некоторые россиянки дорогие вещи. Та же Симонян, да, всегда она ходит сейчас без рекламы, ничего. Ну, любит же она, как она сказала, дольче Габбана платье и не будет их снимать. Ну, окей, это ее право. Сейчас не об этом. Иван, все-таки как, по вашему мнению, сегодня обстоит ситуация с санкционным давлением Российской Федерации? Ну, я полностью с вами согласен, что санкции, они работают, но они работают не настолько, насколько ожидалось. Более того, знаете, еще где-то в году 2014 в Национальном институте стратегических исследований анализировали, вот насколько санкционная политика, она может дать эффект. И мы пришли к выводу, что санкции, они либо дают на верный эффект, то есть когда страна, против которой вводятся санкции, понимает, с какими проблемами она столкнется и прекращает делать то, за что эти санкции введены, либо они играют долгую. Вот история, собственно, с Россией, это как раз показатель того, что быстрого эффекта не было, по той простой причине, что надо не забывать. Россия – это одиннадцатая экономика в мире, по крайней мере, она была такой в 21-м году, она была такой в 22-м году. Сейчас уже 23-й закончился, посмотрим, какая она будет еще подсчитываться все, скажем так, компоненты, но все равно она остается одной из топ-экономики, и поэтому не так просто повлиять на нее очень в короткой перспективе. Но это не означает, что опять-таки санкции не работают. И да, появились возможности обходить санкции, да, скажем так, в современном мире не настолько отточен механизм санкционного давления, но это не означает, что он плохой, это означает, что его надо дорабатывать. И вот если посмотреть на уже два с лишним года полномасштабной войны и те санкции, которые вводились, как мне кажется, самым сильным эффектом были санкции, которые 22 декабря 2023 года были Соединенные Штаты Америки, когда от, скажем так, отдельных отраслей экономики России, они решили зайти с другой стороны, с финансовой. Когда был запрет всем финансовым учреждениям во всем мире иметь отношение с подсанкционными российскими гражданами, компаниями, а также компаниями, связанными с военно-промышленным комплексом России, иначе эти компании не смогут использовать национальную валюту Соединенных Штатов Америки. Доллар США, национальная валюта США, это примерно 43% мировых расчетов. Если к этому присоединится еще и Европейский Союз, а евро это 32%, то есть вот вам, пожалуйста, пара доллар-евро, это три четверти мировых расчетов. И, как мне кажется, именно финансовые санкции, они могут быть наиболее эффективны, потому что, да, Россия обходит санкции, да, налажен параллельный импорт, но когда Россия не сможет рассчитываться за эти товары, а Россия, что бы там ни было, это ментально европейская страна, она не может отказаться от всех тех лакшери товаров, про которые вы говорили, моментально. Это все-таки, знаете, тут же есть хорошее сравнение Иран. Иран тоже под санкциями много лет, но из-за того, что в Иране нет такого запроса, на вот эти лакшери товары, скажем так, он проще проходил период санкционного давления. И при этом, кстати, тоже смог найти необходимые товары, которые позволили ему создать и вот эти дронные шахиды, и другое вооружение. То есть мы видим, что, опять-таки, Иран вообще очень в этом плане хороший пример того, что санкции не настолько, скажем так, доработаны, как необходимо для того, чтобы они дали эффект. Но процесс идет, и, знаете, вот сейчас мы с вами входим уже завтра в апрель месяц. Что-то мне подсказывает, что в апреле уже мы увидим, во-первых, колебания с курсом национальной валюты России. Оно будет сейчас 92, будет 105, может 110. И могут быть другие потрясения экономики, просто потому что, что бы там ни было, а все попытки создать красивую картину, они во многом создавались под выборы, а когда выборы прошли, то уже и нет, скажем так, потребности в создании этой картины, соответственно, нет потребности политресурсы на ее удержание. Так что тут осталось недолго. Ну вот нельзя с вами не согласиться, что как раз и финансовые санкции наиболее такие болезненные для России. То есть из-за одного предупреждения, не каких-то мер со стороны Соединенных Штатов, а просто предупреждения уже у россиян проблемы в расчетах с тем же Китаем, Турцией, Эмиратами. Почему в Европе неким образом, ну, грубо говоря, боятся, волнуются таким же методом финансовым ударить по России, я имею в виду замороженные российские активы. Вот если бы вы могли европейцам рассказать об аргументах, чтобы не волновались, какие будут ваши аргументы по поводу конфискации не только доходов, а в целом активов замороженных? Знаете, безусловно, вот эта история с замороженными российскими активами, это отдельный сериал в истории, в трагической истории войны России против Украины. Поскольку, я напомню, когда они были заморожены, сразу говорилось, что эти деньги надо передать Украине. Но потом появилось заявление Центрального банка Европейского союза, который сказал, что, ой, нет, этот шаг очень опасный, он подорвет доверие к европейской экономике, он будет иметь огромный вред. И тут во многом вот эти опасения строятся на том, что мир, как мне кажется, он живет вот в каком-то иллюзии вашингтонского консенсуса, построенного еще в конце 1980-х годов, где говорилось, что ни в коем случае нельзя, скажем так, трогать частную собственность, государственную собственность. То есть нельзя, чтобы отдельные, скажем так, активы государства, можно было спокойно, либо частных лиц, передавать другому государству, что это подорвет доверие к модели экономики, в которой мы живем. Но, знаете, правила необходимо иногда пересматривать. Не можно написать правила, как показывают опыт мировой истории, которая будет работать длительный период. Тогда они, возможно, несли свой позитивный вклад. Сейчас настало время пересмотреть, как пересмотреть, кстати, работу многих международных организаций. И вот эти 300 миллиардов фигурируют цифрой. На самом деле четко ее никто не установил, потому что не все страны предоставили информацию касательно замороженных российских активов. Тем не менее, вот эта дискуссия, она все еще продолжается. И, знаете, лучший ответ, который, возможно, я слышал по поводу судьбы этих 300 миллиардов, это статья Нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица, которая появилась в начале 2024 года, где он пишет, что смотрите, есть опасения того, что передача Украине этих активов подорвет доверие к странам, к экономикам, странам, которые это сделают. Но, когда они были заморожены, эти активы, доверие не подорвалось. Более того, когда ГАБ опасается, что будет подорвано доверие, он задает в своей статье вопрос, хорошо, куда туда эти деньги будут переводиться. То есть там Завудовская Аравия, другие страны, которые держат деньги в США и в Европе, куда они их будут переводить. И он в своей статье говорит, что их некуда. Поэтому для того, чтобы это решение было принято, необходимо общее решение Европы, США, Японии, Великобритании, Австралии, Новозеландии, Канады, то есть всех стран, которые относятся к западному миру. И чтобы не было опасений у любого из участников западного мира, что он проиграет конкуренцию коллегу, коллеге по западному миру. Далее, что пишет Стиглес, что вот эта нерешительность, вот эта пауза приводит к тому, что подается четкий сигнал на весь мир. Что любая страна может подрывать меру устройства и не беспокоиться о своих деньгах, которые лежат в странах западного мира, по той простой причине, что они неприкосновенно, это святая корова, как говорится. Поэтому этот сигнал тоже надо пересмотреть и наоборот сказать, что если вы подрываете меру устройства, как это делает Россия, то ваши активы ничем не защищены. И это, как мне кажется, хорошее экономическое объяснение того, что все-таки активы надо передавать. Юридическое обоснование. Здесь тоже многие юристы собирались не на одном круглом столе, и Блумберг еще в феврале привел опрос многих юристов, которые сказали, что нет проблем юридических в опросе передачи этих денег. Поэтому ergo somnis, даже юристы такой на латыни термин привели, юриспруденция связана с латыней во многом, это преступление против всех. То надо Россию квалифицировать как страну, совершившую преступление против мироустройства, и на этом основании забирать все деньги. Еще один момент, который как-то о нем меньше говорят, но он присутствует, это исторические опасения Германии. Почему Германия так просто выступает против шага передачи денег Украине? Поскольку Германия опасается, что это создаст прецедент, на основании которого определенные активы Германии будут изыматься и передаваться странам, в первую очередь Италии и Польши, которые еще со времен Второй мировой войны имеют претензии. Вот здесь надо четко дать понять, что это отдельный случай по Украине, он не распространяется на другие случаи, и Германия не может опасаться. А есть такой риск для Германии, да? Это реально существующий риск? Да. Это не просто предположение, что даже условно, ну, сейчас Европейский Союз, это действительно, и тут, как бы это ни звучало, я скажу, как есть, благодаря, хотя здесь плохо это звучит, но все же, благодаря агрессивной войне России против Украины все-таки сплоченность в Европейском Союзе определенного... Я сейчас не беру и не хочу Венгрию, там, Словакию, там, свои вопросы. Но между этими странами, да, Германия, Италия... То есть все равно этот риск существует, и Германия это понимает, да? Безусловно. Есть решение судов в Италии на протяжении нескольких лет о том, что компенсация за Вторую мировую войну. Польша в 2022 году, если я не ошибаюсь, 1 миллиард 300 миллионов долларов подала риск на Германию, опять-таки, со времен Второй мировой войны. И Германия опасается, что под этот риск будут изыматься активы, которые принадлежат либо государству Германии, либо частным лицам. Поэтому очень важно, чтобы вот этот кейс по Украине не пересекался с кейсом каких-то исторических споров, потому что, как показывает практика, это влияет на то, что не принимается решение по Украине. То есть чтобы снять вот эти опасения, которые, извините, тормозят позитивное для Украины решение. Но в том, что это решение должно быть, в том, что это не должны быть полумеры. Знаете, вот этот период более двух лет показал, что иногда страны Европы, они пытаются пойти на некие полумеры. Они говорили вначале о налогах с прибыли российских активов, потом, собственно, с прибыли. Потом начинают спорить, а прибыль направить на восстановление, либо на все-таки военную поддержку. И вот здесь очень важно, что все-таки деньги нашли адресат. Потому что, знаете, опять вспомню Стиглица, в своей статье он написал, что когда там, допустим, он про США писал, когда США помогает Украине, то надо понимать, что 90% этой помощи остается в США. Потому что под помощью Украине подразумеваются деньги на ВПК США, на зарплату сотрудникам, которые работают на этих предприятиях, на создание продуктов этой промышленности военных. И только потом они передаются Украине. Но в первую очередь зарабатывают именно американцы. То есть, а что касается этих активов, он сказал, это отдельная история, которая также должна рассматриваться как поддержка Украины, как плата за преступления. Знаете, любое преступление должно иметь наказание. Иначе наш мир немножко будет не таким хорошим, как он нам представляется. Поэтому обязательное наказание за преступления. И вот эти российские активы, это должна быть демонстрация не только России, а вообще всему миру, что подобное действие будет для вас чревато тем, что ваши активы, которые, как вам кажется, неприкосновенные, очень даже быстро будут переданы другой стороне в качестве компенсации. И это абсолютно будет правильный ход. Иван, ну, достаточно основательное исследование ельских профессоров, которых цитирует ресурсы Минфин по поводу, как усилить санкции. То есть, первый шаг мы с вами разобрали, активы. Второй шаг усиления уже существующих, ужесточения существующих санкций. И третий шаг, ну вот они выделяют это как первый шаг. Это российские металлы и сырье для меня было открытием, что это второй по значимости продукт или пункт экспорта российского. Там, по-моему, 60 миллиардов долларов в год Россия за это получает. Вот ваше мнение по этому поводу хотелось бы услышать. Ну, безусловно, да. Две трети это углеводороды, то есть, это нефтегазовая продукция. Но металлы также важную роль играют. Единственное, что там надо смотреть, там есть драгоценные металлы, есть черные металлы, есть цветные металлы. То есть, ну, металлургия, безусловно, это вторая отрасль России экономики. Это так было всегда. И сейчас еще в России очень сильные позиции в аграрной сфере в экспорте пшеницы. Ну, знаете, вот здесь очень аккуратно подходят европейские партнеры к пшенице и вообще к любым сельскохозяйственным товарам, потому что здесь уже есть опасения за глобальную продовольственную безопасность. И вот это мешает вести полное торговое эмбарго. Поскольку неоднократно уже говорилось, что давайте страны Запада ведут полное торговое эмбарго с Россией, но всегда и во многом Европа была против, потому что говорила, ну, как же это подорвет риски создать глобальную продовольственную безопасность. Плюс надо смотреть, где есть критическая зависимость. Вот, да, по металлам, по отдельным видам металлов она присутствует. И поэтому вот мы видим, как алюминий то появляется, то исчезает. Есть, скажем так, если не ошибаюсь, по Титану та же ситуация, поскольку российские Титаны используются в авиастроении в США и в Европе, поэтому стараются не трогать эту сферу. Ну, немножко от металлов отойдем, РУСА, там тоже есть определенная зависимость. И вообще, вот опять-таки, история с санкциями по России, это классический показатель того, как при уменьшении, а лучше даже абсолютном упразднении зависимости от России, санкции вводятся. Вот не знали, как жить без российской нефти, санкций против российской нефти не было. Ближе к концу 2022 года поняли, что есть альтернативные источники, а их достаточно много в мире, все, санкции появились. По металлу то же самое. Ни одна Россия металл, вернее, не только Россия металл производит. Да, по титану там можно разбираться, но что касается других видов металлов, здесь альтернативные варианты очень даже присутствуют. И вообще, многие редкоземельные металлы, это скорее Китай, чем Россия, поэтому здесь главное, скажем так, найти баланс, как можно построить эту модель экономической без России, и тогда, я думаю, санкции будут. Иван, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований был на связи с нашей студией.